Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из вашего бота Telegram в необходимую вам систему по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов из Telegram-бота в другие системы. Например, вы сможете по Webhook отправлять данные про обращение клиентов в нужную вам систему, удобно хранить и обрабатывать их там. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Telegram. Теперь необходимо указать действие, получить новое сообщение. На этом этапе необходимо подключить ваш Telegram-бот к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать токен бота. Для этого перейдите ваш Telegram, найдите botfazer и пропишите команду mybots. Далее в настройке бота выберите API токен. Копируем токен и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Если вы не знаете, как происходит создание и настройка Telegram-бота, то ссылка с подробной инструкцией будет в описании к этому ролику. Обратите внимание, если ваш бот был ранее подключен к другим системам, то это соединение нужно разорвать для корректной работы с Apex Drive. Как это сделать, подробно описано в нашей справке, которая также будет в описании к этому ролику. Давайте проверим, существует ли у этого бота подключение к другим системам. Для этого необходимо в браузере вставить эту ссылку, где вместо текста прописать токен вашего бота. Вставляем токен бота. Теперь видно, что с ботом все в порядке и текущих подключений у него нет. Но если у вашего бота есть подключения, то их можно удалить. Для этого копируем и вставляем в браузер другую команду. Текст также заменяем на токен бота. А команду проверки наличия подключения заменяем командой удаления этих подключений. После того, как вы проделали эти операции и существующих подключений нет, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому также кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если тестовые данные не появились автоматически, нажмите «Загрузить тестовые данные из Телеграм-источник» или попробуйте сгенерировать действия в вашем Телеграм-боте. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Webhook». Теперь необходимо указать действие «Отправка данных». Далее необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать URL для отправки данных, куда будут приходить данные из Телеграм. Для этого необходимо создать еще одну связь и в источнике данных указать систему Webhook, которая предоставит нам URL для приема данных. В системе, куда вы планируете передавать данные, необходимо сгенерировать такую ссылку, которая будет выглядеть примерным образом. После того, как у вас будет этот URL, его необходимо вставить в соответствующее поле при подключении Webhook в приеме данных. Когда виртуальный аккаунт Webhook создан, кликаем «Продолжить». На этом этапе необходимо выбрать тип отправки, а также составить название переменных, которые будут отправляться в вашу систему приема. После того, как вы указали название переменной, необходимо выбрать ее значение из выпадающего списка. Чтобы появилась еще одна пара значений, кликаем «Добавить». Продолжение следует... После того, как все данные указаны, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться на указанный Webhook. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные» в Webhook. После успешной отправки перейдите в систему, куда вы передаете данные и проверьте результат. В данном случае мы перейдем в систему Apex Drive и подгрузим тестовые данные в источники. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом этапе настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. Тестовую связь, которую мы использовали для подключения Webhook в источнике, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...